Забудьте все, чему вас учили по написанию итогового сочинения. Завтра, к сожалению или к счастью, там будет кое-что новенькое. Это довольно секретная информация, поэтому этот конкретно ролик могут заблокировать удаление. Я постараюсь очень быстро донести до вас реальные знания и рассказать вам правду. Да, каждый год почему-то нас пытаются как-то подставить, закинуть нам что-то эдакое и валят ребят на итоговом сочинении. Итак, поехали. Да, забыл представиться. Меня зовут Коваль Максим Олегович. Я чемпион всей тибетской олимпиады по написанию итоговых сочинений в городе Ростов-на-Дону. Я был там, где вас не было и писал то, чего вы не писали. Поэтому сейчас быстро, коротко пройдемся по новой концепции. Составители пытаются идти в ногу со временем и давать вам что-то, что вам близко, что-то новенькое. У них иногда как-то странно получается. Итак, новое задание в итоговом сочинении. Вам будет предложено. В прошлом году они сделали нам аудирование, прослушать песню. Помните, да? И вы все подтвердили. Посмотрите комментарии прошлого стрима, что так оно и было. Вам дадут два коротких ролика. Вам нужно будет их посмотреть и дальше сделать нечто. Сейчас узнаем, что. Давайте прослушаем два ролика. Первый ролик. Мотивацию должен быть всегда. Мотивацию надо поднять. И второй ролик. Приходилось ли вам загадывать желание, когда падают звезды? Да. Какие звезды? Какие звезды? На небе. Да. Да ни одной звезды нет. Ну, ночью идете, падает звезда. Загадывали желание? Ну, какое желание вам? Ну, как сказать-то? Ну, вообще загадывали желание. Я не видела звезды. Я ничего-то не видела. Не знаю. И просто... Как связаны эти два ролика? Итак, первый ролик вы все многие видели. Да, давайте поймем. Ключевая мысль. Про что говорится? Мотивацию надо поднять. Да? Мотивацию надо поднять. Окей. Давайте попробуем просто как-то это зафиксировать. В общем и целом, как будто бы все понятно. Мотивацию надо поднять. Возникает вопрос, и почему ее надо поднять? Сейчас разберемся. И второй ролик вообще бред. Да? О чем говорится в ролике? Загадывали ли вы когда-нибудь там желание, когда падает звезда? И типа бабушка такая говорит, ну типа... Какие звезды? Говорит она. Ни одной звезды на небе. И вот здесь стоит задуматься. Давайте подумаем. Смотрите. Ключевые тензисы запишем. Падает звезда. Так? И ни одной звезды... Ключевое. Ни одной звезды на небе. Звезды на небе. Первое, что нужно понять, это какая есть связь между вот этими двумя роликами. Давайте просто подумаем. Если нам дали эти два ролика и сказали, что связь между ними точно есть, давайте рассуждать. Вот смотрите, как я думаю, да? Смотрите. Мотивацию надо поднять. Ну типа... А почему ее надо поднимать? Ее надо поднять, мотивацию. А, потому что она упала. Упала. Мотивация упала. А в другом ролике что? Падает звезда. То есть, смотрите, получается. Мотивацию надо поднимать, потому что она упала, а здесь падает звезда. И, соответственно, нам как бы еще раскрывает более подробно. Бабулька говорит, так ни одной звезды на небе. То есть, мотивации нет, все упало. То есть, вы перед ЭС, мотивации нет, все, у всех мотивация упала. Как бы нам такую как бы ремарочку вставляют, да? Получается, что здесь идет как бы такое вот противопоставление, что ли, или ассоциирование одних и тех же объектов с разным названием за счет ключевых слов. Поднять. Упасть. Значит, вывод мы должны составить отсюда уравнение. Звезда. Получается что? Равно мотивация, правильно? Мотивация. Это еще не все. И вот здесь дальше уже опытный пользователь, он сразу палит, что надо делать. Очевидно, здесь есть параметр А, и здесь есть параметр А. Нужно найти значение параметра А. Но эта задача не для всех. То есть, этому вас явно не учат ни в школе, нигде. Теперь смотрите. Давайте рассуждать. Видите, вот сюда смотрите. Просто смотрим. Типа В это как та же Д только перевернутая. Тут З вверху, тут З внизу. То есть, это как сверху, вот это типа ключевая точка. Тут, смотри, сверху как бы, и как бы вниз пошло. На что намекает? Вспоминаем картинку, да? Смотрите. Оп, оп. Производная имеет знак плюс. А здесь минус. То есть, здесь положительная, здесь отрицательная. Получается, да, что у нас возрастает функция и убывает. Что так выглядит? Ну, например, так выглядит, ну, кусочек вот, вот такой вот полуокружности, да? Смотрите, возрастает и убывает. Ага, смотрите, смотрим сюда. Здесь вообще капец жесть. Это как бы, ну, это очень высокого уровня задания. Там я где был, там где вы не были. Там вот его дают, но это вообще, то есть, это очень сложно. Смотрите, смотрим, мотив. Что такое мотив? Ну, это мотив, да, слово, основание для чего-то, да? Вот, ну, ладно, допустим, поняли, мотив. Ция. Здесь как бы на этом прогорают практически все. Ция. Ну, надо же сделать инверсию, посчитать наоборот. Яиц. Яиц. То есть, это у нас что? Яйцо. А яйцо, по сути, это что такое? Ну, так вот, если, как бы, ну, в идеальном варианте, это круглое яйцо. Это сфера. Получается, смотрите, какая ситуация. Вот здесь у нас получилось, вот здесь как бы у нас, вот такая как бы полуокружность умножить, да, вот здесь на параметр А равно, и вот здесь нам подсказка, куда параметр поставить. Смотрите, как бы параметр, это основание, основание оно внизу, то есть у нас получается сфера делить на А. Ну, здесь уже как бы любой разберется, да, это двумерная штука, это трехмерное, это двумерное пространство, это трехмерное. Значит, получается 2А равно 3 делить на А. Ну и все. Домножаем на А и делим на 2. Получается у нас А квадрат равно 3 вторых, и А равно плюс-минус корень из трех вторых. Все. Понимаете? И вот такие вещи, они добавляют каждый год новые, и все думают, а как, а как вот. Ну, вот еще надо как бы разбираться, да, нужно посещать повышение квалификации, да, там на Тибет, да, вот это вот различные корпорации межгалактические, да, то есть нужно как-то двигаться в ногу со временем, да, отслеживать новые тренды. Вот, соответственно, все, по-быстрому смотрите, запоминайте, у вас может быть другие быть ролики, но саму идею, она будет такая же. То есть нужно будет, да, какое-то вот найти, такие вот как бы слова связывающие, поднять, упасть там, да, не знаю, убить, воскресить, то есть такие поняли противоположные. На этом вы замутите уравнение, все, его дальше раскидаете и найдете. Все, братики, всем мотивация, вы все звезды, завтра уничтожить ТС, увидимся, всем пока.